Третий пункт, где остановились, тут оказывается есть общественная организация, которая занимается многодетными и малообеспеченными семьями. Вот мы тут им принесли детские разные футболочки, разных для мальчиков, для девочек. Эта общественная организация руководит вот эта прекрасная женщина. Она сама представится и расскажет про свою организацию, про себя и про помощь. Здравствуйте, я Белякова Ирина Вальтеровна, я председатель общества многодетных семей «Химкинский колосок». Мы помогаем многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Спасибо большое землячеству, узбекскому землячеству и таджикскому. Благодарим за такие замечательные подарки. Мы обязательно донесем все ваши подарки до семей, до малообеспеченных. И я думаю, что все будут довольны и счастливы. Спасибо огромное. Я думаю, что наши детки будут замечательно выглядеть в таких обновках. Тем более сейчас к лету. Очень все веселенькое, очень все радостное. К лагерю. Очень все придется в пору. В вашем благородном деле, чтобы ваша организация росла и процветала. И очень надеюсь, что это будет не последняя наша встреча, что у нас на постоянной основе будем взаимодействовать. К сожалению, в последние годы сложился такой немножко тип в отношении наших узбеков, что узбек это с метлой, узбек это с лопатой, это трудовой мигрант и прочее. Но узбеки у нас работают в торговле. Вот эти вещи передали у нас некоторые узбеки, которые работают в сфере торговли, бизнес. Поэтому тип в отношении узбек негативный, я думаю, вот такие подарки, взаимопомощь для многодетных, наверное, будут стирать грань. И я думаю, негативные отношения, вот некоторые, бывает и националистические. Ну, семья не без уродов. Бывает, везде хватает своих там, и хороших, и плохих. Я думаю, это будет мостом, дружба между народами всех. И узбекский, и таджирский, и азербайджанский, и украинский, кто бы то ни был. Я вот сейчас видел, тут у нас узбеки, вот были дворники, да, по-моему, прошли, да. Вот как тут наши трудовые мигранты работают? Очень хорошо. Ну-ка, работают очень хорошо, да, исключительно вежливые, всегда, да, приятно, всегда чистенько. Мы довольны. Мы за мир во всем мире. Ну, у меня просьба тогда, кому будете передавать, скажите, что это от узбеков. Обязательно, обязательно, да, да, да. Конечно. Тем более здесь у вас... Нет, там не написано. Да, есть там внутри. Что мнение было, что не только дворники здесь в Москве находятся. Ну, понятно, да. Мы будем объяснять, что не только дворники, что есть еще предприниматели, которые готовы нам помогать. Вот мы сейчас побывали же и в детском доме, там отдали много, там и в доме, где теплоприем, где для бездомных. Там даже из Африки негр там был. Ух ты. Да, да, да. Если вдруг будут еще булочки для многодетных, да, для малообеспеченных семей, то мы с радостью это примем. Вот его познакомимся, он за камерой стоит. Давайте познакомимся. Зрители его не видят, он очень такой скромный парень. Он живет здесь в Кимках, вот, где-то здесь недалеко, вот. Он сейчас назовет после окончания нашего, это, свой адрес, да. Если что, будете сотрудничать, да, спонсорскую помощь будет оказывать. Мы рады, мы любому сотрудничеству рады. Вот товарищ тоже у него бизнес налаживается. Он, когда много лет назад приехал, он тоже начинал свою деятельность здесь дворником. А сейчас уже бизнесмен, у него 8 авиакасс. Вот, недавно было кафон закрыл, сейчас открывают еще новые авиакассы, другие виды бизнеса. Уже здесь у него и дети живут, тоже многодетные, четверо детей, вот. Гражданство получил уже, живут гражданин России, квартиру уже купил, вот. Это наше, это наше, скажи спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Как тебя звать? Максим. Максим? Ну, молодец. Это вот, сын. Это ваш сын, да? Да. Ну, всем вам тоже спасибо за то, что вот тоже... Большое-большое спасибо. Спасибо, удачи вам, процветания. И вам всего доброго.